Вчера на американском телеканале Lifetime состоялась премьера фильма Гарри и Меган «Побег из дворца». Речь в нем идет о событиях, произошедших чуть больше года назад. Тогда герцог и герцогиня Сасекские объявили о сложении из себя королевских обязанностей. Как сообщают инсайдеры, Кейт Мидлтон и принц Уильям пришли в ярость от просмотра картины. Дело в том, что герцог и герцогиня Кембриджские, в роли которых в фильме сняли с Джордан Уэйлен и Лора Митчелл, предстали перед зрителем в нелицеприятном образе, а их помощница и вовсе изображена настоящим монстром. По сюжету правая рука герцогов пренебрежительно относится к Меган Маркл и ссорит между собой королевских братьев Уильяма и Гарри. При этом все понимают, что данный персонаж является прототипом Ханны как Берн Логи. В реальной жизни Ханна работает секретарем герцогини Кембриджской, сопровождает Кейт на встречах и составляет ее рабочий график. Однако в фильме помощница изображена настоящим монстром из-за некоторых поступков по отношению к королевским особам. Она коверкает имя Меган и не позволяет Уильяму и Гарри стоять рядом на балконе Букингемского дворца во время парада Труппин Зе Калор в честь дня рождения Елизаветы II. Также критику экспертов вызывает образ принца Уильяма. Герцог Кембриджский в фильме выставлен злодеем. Принц Гарри в исполнении актера Джордана Дина осуждает Уильяма за то, что он не считает расизмом высказывания членов королевской семьи о цвете кожи Арчи, первом ребенке герцога и герцогини Сасекских. К слову, в первых отзывах о картине уже появились негативные комментарии. Новый фильм о принце Гарри и Меган Маркл назвали безвкусным и отвратительным из-за тех ассоциаций, на которых решили сыграть режиссеры фильма. Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию в январе 2020 года в надежде стать финансово независимыми, добиться успеха в США и стать мировыми лидерами мнений. Эксперты же уверяют, что герцоги Сасекские с содроганием будут вспоминать 2021 год, ибо все их планы по завоеванию Голливуда идут прахом. По мнению королевского эксперта Даниэлы Эльзер, у Меган и Гарри есть весомые причины возненавидеть этот год, среди которых и скандальное интервью с опрой Уинфри, и холодность по отношению Гарри на похоронах принца Филиппа, и неоднозначный выбор имени новорожденной дочери, Лилибет, и отсутствие приглашения на 60-летний юбилей Барака Обамы, а также неудачная попытка осудить Пирса Моргана за его комментарии в программе «Доброе утро, Британия». Если не брать во внимание семейную вражду, которая доминировала в этом году во всех новостях, связанных с Сасекскими, и рождение второго ребенка пары, Лилибет Дианы Маунтбеттен-Виндзор, даже Шерлоку Холмсу было бы трудно найти хоть одну крупную победу королевских беглецов, пишет Эльзер в издании News. Даниэла утверждает, что все, по мнению принца Гарри и Меган Маркл, должно было быть совсем по-другому. Этот год сулил им большие надежды, ведь они, наконец, освободились от королевских оков, от всех этих протоколов и надоедливых законов. Они были готовы покорить мир. Вместо этого пара только и сделала, что утвердилась в статусе изгнанников из королевства. По словам эксперта, Сасекские изо всех сил пытаются укрепиться в США, но так до сих пор и не выпустила ни одного фрагмента контента для Netflix, хотя прошел почти год с момента подписания сделки на 150 миллионов долларов. Опрос, опубликованный на прошлой неделе в США, показал, что большинство опрошенных американцев, 52,3%, та самая аудитория, которую они, по-видимому, намерены завоевать, согласились с тем, что герцог и герцогиня Сасекские должны держаться подальше от публичных комментариев событий, происходящих в мире. «Мы все думали, что они завоюют весь мир после отъезда в Калифорнию, но им пока очень далеко до мировой славы», заключила Даниэла Эльзер. Принц Чарльз, старший сын Елизаветы II, будучи первым в очереди на британский престол, внесет изменения в порядок престола наследия. Он намерен дать больше свободы некоторым членам королевской семьи. Пока на троне его мать, 72-летний принц Эльский лишь строит планы по так называемому уменьшению монархии. Эксперты уверены, как только наследник взойдет на трон, в Великобритании произойдет серьезный переворот. В частности, речь идет о лишении сразу нескольких членов королевской семьи титулов и привилегий. Это коснется в том числе сына Меган Маркл и принца Гарри, Арчи, который все еще может стать принцем и пользоваться поддержкой монарха, несмотря на то, что его родители сложили с себя свои полномочия. По словам королевского биографа Анжелы Левин, Меган Маркл и принц Гарри крайне недевольны такими планами принца Чарльза. Отмечается, что когда принц Эльский заявил о своих намерениях упростить монархию, герцогиня Сасекская восприняла это на свой счет. По данным издания «Экспресс», именно это и стало одной из причин конфликта между принцем Гарри и его отцом, принцем Чарльзом. Ранее СМИ писали, что отношения родственников значительно ухудшились после того, как принц Эльский перестал оказывать финансовую помощь своему сыну. Но по словам королевского эксперта Роберта Лейси, это не совсем так. Объяснение журналистов того, почему Чарльз не отвечает на звонки Гарри, было связано с деньгами, якобы он устал, что с ним обращались как с банкоматом, но на самом деле причиной тому были более серьезные разногласия. Сенсационные новости обсуждают сегодня в сети. Обнародован совершенно секретный протокол действий в случае смерти Елизаветы II, королевы Великобритании. Операция «Лондонский мост» была спланирована еще в 1960-х годах, но никогда еще не публиковалась в таких подробностях. План был обнародован после его обновления в связи с новейшей над миром угрозой COVID-19 и обозначен как день Д. В совершенно секретную операцию «Лондонский мост» вошли поэтапные шаги, такие как приспущенные в течение 10 минут флаги, обращение принца Чарльза к нации, затем его тур по Великобритании, тщательно спланированная панихида в соборе Святого Павла для министров, которая будет выглядеть как спонтанная. Как пишет издание «Политика», первым человеком за пределами Букингемского дворца, которому сообщат печальную новость, станет премьер-министр. Ему позвонит личный секретарь королевы, прежде чем сделать серию звонков членам кабинета министров и другим высокопоставленным лицам, в том числе в вооруженных силах, которые должны будут через несколько часов произвести оружейные залпы по всей стране. По сценарию всем им будет передано одно и то же сообщение. Нам только что сообщили о смерти Ее Величества Королевы. Требуется осмотрительность. Затем королевская семья сделает официальное обращение по радио и телевидению, сообщив печальную новость и анонсируя похороны Ее Величества, которые состоятся через 10 дней в Вестминстерском аббатстве. Тело будет находиться в Вестминстерском дворце, который будет открыт 23 часа в сутки для всех, кто желает попрощаться с королевой. В документах кабинета министров, которые стали доступны «Политика», прописано, что в течение 10 минут после прискорбной вести все государственные флаги будут приспущены, во избежание всеобщей волны негодования. Предполагается даже нанять отдельного подрядчика для выполнения данной задачи. Обновленный протокол операции «Лондонский мост» также содержит планы поведения социальных сетей и официальных сайтов монархии в дни траура. Изменению подвергнется дизайн сайта королевской семьи. На темном фоне будет только одно сообщение о смерти Ее Величества. На других сайтах Великобритании будет размещен черный баннер. Любые публикации о смерти королевы на официальных страницах королевской семьи в соцсетях будут запрещены до того момента, пока премьер-министр не выступит на Даунинг-стрит с официальным обращением. У экспертов возникает резонный вопрос. Зачем надо было обнародовать столь конфиденциальные документы, если нет никаких предположений, что 95-летняя королева находится в плохом состоянии? Я думаю жестоко обнародовать сверхсекретные планы смерти королевы. Где наша мораль? Высказала свое мнение королевский биограф Анжела Левин. Букингемский дворец отказался от комментариев, но по сообщению инсайдера чиновники недовольны. Такая утечка информации может сильно навредить британской монархии. Прин Уильям и Кейт Миддлтон могут получить от королевы подарок, о котором мечтали Меган Маркл и принц Гарри. Как стало известно, Елизавета II собирается подарить герцогу и герцогине кембриджским проживания в Виндзорском замке, на которое ранее положили глаз Гарри и Меган. Королевский эксперт Даниэла Эльзер в своей колонке на информационном портале New называет этот ход королевы пощечиной для сасекских. Королевство имеет более 230 объектов недвижимости. Это значит, что у Ее Величества есть огромный выбор, чтобы предложить в качестве бесплатного проживания членам королевской семьи, пишет Эльзер. Когда в 2018 году Гарри и Меган поженились, все думали, что они переедут из крошечного Натингемского коттеджа на территории Кенсингтонского дворца, где они жили, в одной из огромных частных квартир, принадлежащих дворцу. Однако в ноябре 2018 года было объявлено, что они будут жить в коттедже Фрогмор, расположенном Виндзоре, продолжая Даниэла Эльзер. По словам эксперта, Гарри и Меган изначально просили Елизавету определить их местом жительства Виндзорский замок. Что она ответила? «Ны? Нон? Немте?» Иронично написала Эльзер. А недавно стало известно, что кембриджские присматриваются к недвижимости во Виндзоре, планируя переезд в Бергшир со своими детьми. Инсайдеры предполагают, что Уильям и Кейт могли бы даже просить в Ее Величество разрешения переехать в Виндзорский замок, точно так же, как это сделали Гарри и Меган. Уильям и Кейт очень серьезно рассматривают возможность переезда в Виндзор, и это обсуждалось с королевой. В Виндзорском замке полно места, и быть рядом с королевой, которой 95 лет, очень важно для семьи, сообщил Венити Ферр Королевский инсайдер. Эксперты уверены, после смерти мужа принца Филиппа, Елизавете Второй будет лучше, если принц Уильям и Кейт Миддлтон будут рядом с ней.